Витаю вас, шановные маторы истории и белорусщины! Анны Слова для вас, мы працаваем в остросюжетный исторический роял «Белорусский след» про покручастые лесы наших з вами славутых земляков. Генерал Костюшко Та девушь Банавентура Костюшко, наш славутый земляк из Марачовщины. Знаковитый во всем свете, герой из лучших штатов Америки, активный удельник войны за независимость, генерал-лейтенант. Але оповед будет вестися не про генерала Костюшку, про яку и гэтак усе все выдатно ведаюць. Але мало кто ведает, что был у Костюшки Сябар, який разом со славутым генералом удельничал в войне за независимость излученных штатов Америки. Томаш Лянкович – шляхтюк с заходней Беларуси, познайомившись с Костюшком у Парижа. Обо два молодёны были аппантаны идеями свободы, ровности и добротерства, и они прагнули допомогти американскому народу в боротьбе за независимость. И вось та девушь Банавентура Костюшко и Томаш Лянкович трапляюць на американскую землю. А далее дамо слово нашей экспертце-гисторице Елизе Маневич. Когда Костюшка делает близкую воинскую карьеру инженера, тактики, стратега и фортификатора, так и его неприцель Томаш Лянкович занимается военной работой, которая находится не так на медовоку. И он працуе в Ивецы, закидая у тыл ворога у своих агентов, опрацовывая и систематизуя дадзины, займается, можно сказать, войсковой рутиной. Поэтому Томаш Лянкович и не траплял на первой сторонке газеты. У новиновой хроники он працевал в Ивецы. А те, кто там працуе с усим, не любят голосность. Минуло девять годов, война скончилась, Костюшка отплыл до дому, а Томаш Лянкович застался на американской земле. И он выросил займаться фермерством, не в забаве женился и отобарился в штате Кентаки. Поколь Костюшка воевал с Россией и поднимал повстание супер-эмперии, Томаш Лянкович займался господаркой. Сеял, жал, орал, ну и натурально оборонял свою землю. У семьи Лянковича в 1809 году наружается сын, которого вы решили назвать Аурамом. Ясно, что прозвище Лянкович было тяжко вымовлялено для американской земли. Тому оно перетворилось в Линкольн. И так пошел в жизнь Аурам Линкольн, будучи 16-й президент США, который объяснил шмак добрых справ, причинился до обмены рабства на американском континенте. Аурам, которого и теперь цитуют историки, политики, громадские дешевы и простые люди. Так теперь ясно, откуда у Аурама Линкольна столько праги до свободы, ровности, братерства, властимой каждому Беларусу. И если вы раптом опонитесь в Вашингтоне, в его центре, в мемориале Линкольном, где, калиласка, пройдите помеж неогрецких колюмнов, подойдите за статуи 16-го президента США и тихо, альбо гучно, как вам захочется, промовьте. Живе Беларусь! И может так статься, что Аурам Линкольн вам откажет. Живе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова